Президент США Дональд Трамп обвинил соцсети и видеоигры в радикализации людей. Он выступил в Белом доме после двух недавних нападений в штатах Техас и Огайо. В обоих случаях вооружённые молодые люди открыли огонь в людных местах. Президент отметил, что систему здравоохранения нужно реформировать, чтобы можно было лучше определять людей с нестабильной психикой. «В субботу утром в Эль-Пасо, в Техасе, озлобленный мужчина пошёл в супермаркет Уолмарт, где семьи делали покупки. Он убил 20 человек и ранил 26, включая драгоценных маленьких детей. Затем в ранние часы воскресенья в Дейтоне, Огайо, другой безумный монстр открыл огонь по прохожим на оживлённой улице. Он убил 9 человек, включая собственную сестру, и ранил 27». Президент США обещает добиваться введения смертной казни для людей, совершающих массовые убийства и преступления на почве ненависти. По его словам, эта высшая мера наказания будет приводиться в действие быстро, однозначно и без долгих лет ненужных отсрочек. Дональд Трамп также осудил расизм и идею превосходства белой расы. «Стрелок в Эль-Пасо опубликовал в сети манифест, пропитанный расистской ненавистью. Мы, как одна нация, должны осудить расизм, нетерпимость и идею превосходства белой расы. Нужно уничтожить эти деградированные идеологии. В Америке нет места ненависти. Ненависть искажает разум, разрушает сердце и пожирает душу». Впрочем, президент отказался вводить ограничения на ношение оружия, на которых настаивают демократы. Многие американцы с консервативными взглядами ценят право на владение боеприпасами. Они отмечают, что проблема не в доступности винтовок, а в душевном здоровье нации.